привет народ решил записать видео на тему решил купить металлоискатель не знаю какой взять ну может дам кому какой совет конечно смысл такой одни говорят покупай дешевая aliexpress 5000 за глаза хватит другие говорят бери дорогой ну во первых надо исходить со своих финансовых возможностей конечно сходить есть ничего искать какая территория у вас ну те кто говорят покупай дорогой те кто покупают дорогие аппараты под сотню и больше я думаю они знают для чего и покупают они знают куда с ними ездить они знают что ими искать такие люди навряд ли что-то выкладывают в интернет кому-то что-то показывают и им эти советы как бы особо не думаю и не нужны ну с другой стороны те кто могут купить аппарат подороже но покупают похуже так скажем подешевле ну чем могу сказать начинал я с аске 250 аппарат принципе неплохой но чтоб он стал металлоискателем они просто металла пришлось подкупить к нему катушку на и ловскую торнадо и только после этого он стал металлоискателем конечно потому что штатная катушка это она годится собственно если вы просто собрались искать металлолом в лесу в поле там где там я не знаю то в принципе вполне годячая в таком значит такой комплектации а если вы собрались искать монетки разные артефакты то придется еще под затратиться примерно на такую же сумму по стоимости то есть апгрейд выйдет примерно стоимость самого аппарата ну и обидно будет когда получится как у меня тут недалеко есть полянка одна ходил я по ней вот чуйка чуйка просто вот я знал что тут что то есть я я знал я ходил я туда 1 5 6 8 может быть ходил я эту полянку исходил вдоль и поперек ничего не нашел понятное дело и как-то по осени друг пошел пришел и пойдем что-то покажу ну мы туда пошли яма значит выгопанную такая выше по колено и кувшин лежит разбитый понятно люди выкопали что-то взяли с кувшина ясно что то что сработало на металлоискатель не знаю что кувшин бросили разбитый ну представляете да мое состояние когда я там вдоль и поперек это все исходил и ну понятно что тем аппаратом я просто ничего бы не увидел так что как-то вот так получается а если бы у меня был другой аппарат я бы вполне получается что и нашел а многое ведь найти просто глазами достаточно пройтись вот такой казалось бы до ходил на речке по лесу шел видел такой обломок поднял это черкесская трубка глиняная куритель на и известный турецкий табак вот это вот от нее много чем можно найти если у вас рядом пляже есть то это самый верный способ отбить металлоискатель люди постоянно теряют цепочки украшения какие-то сережки то есть бывало 12 выхода все ты уже металлоискатель отбил то есть это самое лучшее такое что может быть ну и думаю у каждого у кого есть металлоискатель дома есть вот такая вот шкатулка барахлюшка где находит свой приют упокоится разный шмурдяк ну вот как бы вот такие вот вещи сейчас покажу хотя бы частично что вот пуля меня времен кавказской войны вот такими пулями собственно мы и проиграли во время кавказской войны пуля первая нарезная с французского ружья снимали наших солдат как перепелок также они поставлялись и черкесам в лесу много находишь таких период 1800-х годов 1850 и раньше пуля конечно такая не знаю сил лоба прилетит такая вещь точилка бородатых годов явно что до нашей эры каменная со следами вот точили наперсток очень много их у нас по лесам валяются черкесский прям состояние что называется ну и что вот это такое нам уже догадались многие зеркало вот ручка от него бронзовое зеркало полированная часть здесь рисунок орнамент какой-то состояние конечно у ней ушатанное второй век до нашей эры вот скажите у многих у вас дома есть что-либо старше 100 200 300 лет что-нибудь старше нашей эры вот второй век до нашей эры не хотите как узнал что второй век сейчас объясню вместе с ним были найдены бусы бусы обычные одна вот была необычная это египетский фаянс вот такая бусина редкая обычно они синенькие в белую крапушку идут это вот такая за границей они очень дорогие их скупают полируют лакируют делают наборы бусы браслеты потом продают цена одной бусины смотрел в интернете доходит до 800 евро ну понятное дело у нас она ничего не стоит нашел это на глубине два штыка и была чашечка чашечку потом как-нибудь покажу вот по чашечке определил я второй век до нашей эры производство пантикопея Керчь то бишь наш Крым как определил все это легко определяется давным-давно англичане систематизировали все эти глиняные сосуды по ним отдельно потом покажу то есть находите какой-то сосуд вы легко можете определить где сделан какой период времени очень удобно очень легко и вот такая вот вот такая вот не знаю от какого-то сундука царя гвидона такая вот ручка бронзовая не чищенная понятное дело руки не доходят почистить вот расскажу про ручки в случае устанавливали дверь в одном доме дома такие шестидесятых годов советские ну понятно хозяева накупили современных дверей вот это не пойми из чего они сделаны с ручками тоже не пойми из чего сделаны красивые вот эти современные ну якобы красивые якобы современные да а старые деревянные двери шестидесятых годов или каких я не знаю там они вообще они еще сделаны видать на совхозной пилораме и на ручках были вернее на дверях были ручки бронзовые заляпанные краской какой-то половой там какая краска тогда была я короче эти ручки увидел сразу понял что тут стоимость ручек уже одних больше чем всех этих дверей что там хозяева купили я их скрутил бросил в рюкзак а на следующий день мы в другом месте делали там тоже работу дом хороший богатый такой стилизованный под украинскую хату ну когда работали я доставал с рюкзака инструменты и случайно эти ручки вытащил и хозяйка была короче она увидела эти ручки вцепилась все продай мне именно такие нужны ничего не знать не хочу сколько скажешь столько я тебе за них заплачу все блошиные рынки все эти индийские там она уже посмотрела говорит ничего не подходит вот вот увидела все это оно и есть ну чё оставалось я конечно назвал сумму которая меня устраивает она ручки забрала смысл в чем учитесь находить прекрасная среди хлама вот это же красиво красивая вообще вот этих вещах старых них какая-то душа есть то есть она тяжелая она бронзовая но никогда ее не сдам цветной металл никогда как можно сдать это сами подумайте вот сколько ему лет я не знаю вот этому наперску черкесскому 200 лет если не больше у них во всех есть душа ну как-то так на этом наверное закончу в барахлюшке еще очень много всяких вещей в следующий раз расскажу о чем-то другом да и все что рассказываю это все мои истории это я ни у кого-то не услышал все это из личного опыта и не люблю что-то пересказывать недосказанное чтоб потом было или перевраты не ну это все как говорится со своего опыта так что вот сами решайте будет ли у вас золотой клад с червонцами еще не известно а вот такие вот шкатулки барахлюшки дома появится это точно так что как то так если понравилось видео подписывайтесь пишите комментарии если будет скучно ставьте лайк ну и будьте здоровы всем пока всем пока 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 пока